Я тут решила окна помыть и обнаружила вот такую штуку, что между внешней стеной дома и окном пена размагается и влетает. Вот причина, видимо, поддувания зимой. Вот ее вообще нет, то есть пусто. И здесь тоже. Вот такая ситуация. Давай, покажи. Вот сейчас снимаем. Друзья, снимаем отлив, пропениваем под ним. От застройщика нет пены. Оттуда, показывай. Отлив стоять. Там стоять не хочется, но придется. Еще пропениваю низ сейчас и вот эти боковые швы, смотрите. Вот видите, псун, там дырень просто туда, к пене. Пропениваю, короче. Потом меняю уплотнитель. Смотрите, как дует окно, вон она, пыль, грязь. Меняю уплотнитель, пена сохнет. Заменил уплотнитель, отрегулировал. Обрезаю пену и замазываю стизом А для наружных работ. Поехали. Не надо подоконники снимать. Будет. Будет и так хорошо. Пенем от души. Не залей. Только поставил, а высохнет, расширится. Будет как бетон. Никакая влага больше не пройдет. Так, а теперь меняем уплотнитель. Берем крючок. Чик. Сюда. И со створки снимаем. Грязь летит многолетняя. Сколько окна век? Ален, сколько окна век? 15 точно есть. 15 лет окна. 58 профиль, 2 стекла. Под наш климат не очень подходят, но мы их сейчас сделаем. Будет четко. Смотрите, друзья, разницу уплотнителя. Покажи вблизи. Вот стоял и вот будет. Вы видите разницу? Вот так. Все. И ставим новый. Здесь протираем. Инструмент подвигаем. И погнали. Наши городских. Будет земля и небо по сравнению с тем, что было. И кайфанюша топ. С запасом отрезаю. Завод его натягивает и склеивает. А я наоборот растягиваю и запасом отрезаю. И потом вставляю. Он друг на друга давит. И не надо его клеить. Он уже не стянется ни углы, ни разойдется шелк. Все. Нарамен поменял. Делаем на створки. Здесь у нас поворотный. А мы снимаем уплотнители. Продолжение следует. Он уже запенил, как видите. Отлив уже пропенен. О, глухо. Еще водичка, как я попрыскал, чтобы оно быстрее высохло. Паша, работаю быстро, четко. Пена не успевает, Соф. Друзья, это окошко запенен и бока. Запенен отлив. Уплотнитель заменен. Переходим на это, потому что это я первый. Пеним. Обрезаем пену сейчас высохшую. Еще по фокусировке. Так, нож тупой. Надо менять ведро. Таким образом обрезаем пеночку. И обклеиваем скотчем и шпатлюем стизом. О, вот такой, до наружных работ. До наружных работ подходит, смотрите. Поропроницаемость. Отличная ангезия. Выдерживает 7 циклов замораживания-отмораживания. Минус 18 до плюс 40 можно работать. 7 лет службы. У меня там в нем и шпателя уже лежат. Ждали они где-то я полгода никому не мазал. Вот такая вот сметана, друзья. Засыхает, в резину превращается. Клеиваю скотчем. Смотрите, кирпич, чтобы не пачкать. Пену обрезал. Сейчас обклею кирпичик. И в ту сторону. Раньше я клеил и на раму даже обклеивал. Но это обычно я теперь стал делать, как до ламинации. Снутри, под дерево, там, знаете. А тут белая, даже если где-то капелька ее видно, не будет. Кирпич обклеиваю и аккуратно делаю. На раме ничего не будет. Научился аккуратно делать. Идеальный шов, герметичный и отличный. Вот и все. Параминчик вытереть. Пойдет? Шикарно. Полетел домой. Вот так дом выглядит со стороны. Адрес здесь деревня Путилка, дом 11. Я был на последнем этаже на 17. Так что, соседи, кому нужно, обращайтесь. Потому что с каждым вторым окном такая же беда у вас. И вы просто мерзнете и топите улицу. Вызывайте меня, я вам все сделаю. И вы будете наслаждаться вашими окнами. Хоть они и дешевые, но их можно сделать. И все будет прекрасно. Три, любовь, деньги и секс. Три, красивых, желанных XS. Три, смотри, но не трогай руками. Красная дорожка у нас под ногами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok